Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена учету по ГТД, то есть все, что связано с закупками импортного товара, прослеживаемых товаров и так далее. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть телефоны, электронная почта, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Если вы почему-то не смогли досмотреть, например, или неудобное время оказалось, то вы можете на сайт вернуться. Через некоторое время мы выкладываем запись вебинаров и надеемся, что вы можете найти еще какие-то интересные материалы. Милости просим, приглашаем и к сотрудничеству, и к просмотру. Сегодняшнюю нашу встречу буду вести я, консультант-аналитик 1С, Гардашова Галина. И программу нашего вебинара, вы сейчас ее видите на экране. То есть мы поговорим, какие настройки требуются для того, чтобы работать с данным функционалом в конфигурации 1С ERP. И, собственно говоря, как работать с ГТДшками, что связано с переходом права собственности, потому что это не всегда совпадает с датой оформления ГТД. Ну и, собственно, про таможенные НДС, закупки из стран ЕС, в общем-то, все, что касается этих тем. И строится наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Мы будем с вами нормативные материалы смотреть по слайдам и будем параллельно переключаться вот таким образом. Будем переключаться на демо-базу ERP и, соответственно, здесь уже ручками трогать то, о чем поговорили и смотреть, как это устроено уже, так сказать, на местности. Хочу обратить внимание вот на какой момент. Мы с вами будем смотреть на релизе 2.5.17. Это один из последних релизов майский. И, соответственно, если вы работаете на более раннем релизе, то могут быть незначительные расхождения в отношении того, как расположено, допустим, в расположении блоков, в расположении ссылок. Проверить, на каком релизе вы работаете, можно вот по такой кнопочке. Здесь мы выбираем сведения о программе. И здесь отражается у нас сведения о платформе, какая платформа у нас действует. И, собственно говоря, сведения самой конфигурации. И, в общем-то, сведения, которые характеризуют все, что у вас есть. Я почему на этом ставлю отдельный акцент? Потому что сейчас практически с каждым релизом выходят изменения и в регламентных отчетах, и в составе данных, которые используются для составления документации. Поэтому, в общем-то, нужно следить внимательно за обновлениями. Алло? Алло. Алло. Поэтому нужно внимательно смотреть за обновлениями и поддерживать актуальность вашей программы. На этом мы, как бы, с помощью по актуальности программы совершаем. Возвращаемся к нашим слайдикам. Вот таким образом. И теперь немножко восстановим, так сказать, теоретические сведения, что такое ГТД и что такое ВЭД, и что нам требуется для того, чтобы с этим работать в конфигурации. Значит, обращаю ваше внимание, что поскольку у нас сейчас действуют и санкции, и много всяких ограничений, но что связано с санкциями, то к этому блоку нужно отнестись внимательно, потому что он затрагивает и валютный контроль, и составление договоров, контрактов. Ну, короче, не одну сферу, а несколько. Ну, начнем мы с того, что ГТД на самом деле это уже устаревшая аббревиатура, то есть она означает грузовая таможенная декларация, и, собственно, она составлялась раньше при пересечении границы, и она составлялась не только на товары, и составлялась, собственно, при пересечении автомобильной техники, ну, достаточно много было моментов, когда использовалась эта аббревиатура. С 2011 года, то есть это уже достаточно давно, и до сегодняшних дней действует немножко другая аббревиатура, то есть слово грузовая убрано, то есть ДТ, декларация на товары, и, собственно говоря, ее используют таможенные брокеры и сотрудники таможни, но, тем не менее, в простонародье, скажем так, аббревиатура ГТД до сих пор используется, и, в общем-то, когда говорится ГТД, это совершенно конкретно обозначает один документ, но, тем не менее, эта аббревиатура используется и в конфигурации, и, собственно говоря, правила и использование не изменились от того, что изменилась сама аббревиатура. Ну, во-первых, надо напомнить, что при составлении документа таможенная декларация, при пересечении границы таможенной декларации присваивается уникальный номер, то есть этот номер у нас состоит из трех групп цифр, и, соответственно, цифры имеют под собой определенный смысл, и первая группа цифр у нас это код таможенного поста, вторая группа цифр это конкретная дата, когда оформлялась декларация, и последняя группа это порядковый номер этой декларации, и иногда бывает, что в исключительных случаях там присутствуют буквенные обозначения, но в этом случае у нас декларации начинаются с нового года, начиная с нумерации деклараций, и, соответственно, мы видим, сейчас мы с вами посмотрим слайдик, то есть декларация, номер декларации у нас отображается вот в этом поле, и, собственно говоря, сам по себе вид таможенной декларации не слишком изменился от ее переименования. Теперь для того, чтобы мы начали работать и с ГТД, и, соответственно, у нас на ГТД завязаны РНПТ, то есть прослеживаемость номеров, нам требуется, к сожалению, произвести не одну настройку конфигурации. Ну, во-первых, нам надо активировать вообще настройку для работы с валютами, это, в общем-то, мы, скажем так, заходим от самой печки, то есть мы активируем возможность работы с валютами, и для этого нам надо использовать раздел НСИИ администрирования, и, соответственно, активировать доступ к валютам. Сейчас мы с вами переключимся на домобазу, вот у нас с вами раздел НСИИ администрирования, и здесь, как вы видите, у нас вот он раздел НСИИ, и здесь мы видим с вами сведения, которые мы заполняем для организации, и, собственно говоря, активируем дополнительные функции, то есть, так сказать, грубая настройка программы, то есть активация дополнительных опций, которые мы будем использовать в дальнейшем для работы. Ну, как я уже сказала, мы с вами должны настроить сведения для работы с валютными операциями, и это, естественно, для нас обозначает, что у нас будет и валютный контроль, и переводы денежных средств в валюте, или в российских рублях есть ли, допустим, какие-то контракты в рублях, но не диридентами. Ну и, собственно, спектр здесь очень большой, но мы считаем, что мы все эти первые настройки прошли, то есть включили возможность работать с валютой, сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам, возможность валютных операций мы с вами в разделе предприятия, то есть НСИИ и администрирование, нормативно-справочная информация и администрирование, режим предприятия, сведения, то есть карточка организации и сведения о предприятии, которые мы должны заполнить, в смысле активировать необходимые функции. Ну вот вы видите, что здесь у нас стоит покупка валюты отмеченная, то есть чек-бокс валюты мы можем использовать разный, без ограничений, и, соответственно, если мы ставим несколько валют, то у нас доступны операции в любых валютах. И кроме этого мы должны с вами сделать настройку для работы с доп. соглашениями, потому что в основном, если мы говорим с вами про закупки по импорту, то это идут какие-то доп. соглашения, которые имеют такую структуру, то есть заключен договор с поставщиком, и потом дополнительными соглашениями оговаривается конкретный ассортимент, конкретные условия, то есть, допустим, сроки, способ доставки и так далее, условия НКТРМС, и уже после этого мы работаем с документами, которые мы в 1С генерируем, и, собственно говоря, оформляем эти операции. Для того, чтобы еще активировать работу с доп. соглашениями, мы с вами должны зайти в раздел закупки и проставить вот такую красивую зеленую галочку, это чек-бокс. Сейчас мы с вами на местности ее посмотрим. Вот у нас раздел НСИИ и администрирование, вот у нас раздел закупки, и, соответственно, вот эта наша красивая галочка соглашения с поставщиками, то есть мы используем еще и соглашения при оформлении закупок. Снова так это мы закроем, снова с вами переходим к нашим слайдикам, и вот о чем поговорим. То есть у нас в ИРП конкретно поддерживается несколько схем работы с импортными товарами, и, соответственно, отражение их в бухгалтерском, в управленческом и в налоговом учете может быть немножко различное, то есть отличается. Во-первых, у нас документы будут отличаться, если наша поставка не попадает под валютный контроль, то есть сумма поставки меньше, чем требуется для оформления паспорта сделки у валютного контроля. Во-вторых, если у нас, например, закупка происходит на товары, которые не требуют таможенного оформления. Во-вторых, если мы закупку осуществляем, импорт, но из стран ЕАЭС. Ну, собственно говоря, вот вы видите на экране разные варианты, которые у нас могут быть, и остановиться мне хочется здесь на нескольких. То есть, во-первых, это у нас, если, мы рассматриваем, собственно, ситуацию наиболее подробно, если у нас требуется таможенное оформление, если у нас происходит, например, разными датами, то есть поступление товара одной датой, а таможенное оформление произошло, например, чуть позже, то есть выпуск на товары, штампик выпуск разрешен, у нас становится, например, более поздней датой, а по условиям контракта в момент перехода права собственности у нас оговорен другой. И, собственно, в этом случае мы с вами еще раз возвращаемся в режим НСИ настройки, настройки НСИ и разделов уже, и в этом случае мы с вами идем, вот она у нас НСИ, учет НДС, импорт и экспорт, то есть вот у нас второй столбик, это настройка НСИ и разделов, и мы заходим с вами вот сюда, и, соответственно, регистрация и контроль ГТД, то есть мы проставляем практически все отметки, ну и, естественно, вы еще посмотрите, почитайте, здесь главное внимательно читать и дополнительную информацию, которые вот ссылочки под конкретным каждым пунктом, и, естественно, сопоставлять с тем, какие у вас есть бизнес-процессы. Ну, чисто на практике обычно вот здесь вот при торговле импортным товаром мы проставляем все галочки. И следующий пункт, то есть это у нас был учет НДС, мы сейчас пока не рассматриваем, следующий пункт это регистрация и контроль номеров ГТД, и следующий за ним раздел это импорт, то есть в разделе импорт мы, соответственно, тоже проставляем галочки, практически все, и раздел экспорт. Экспорт мы, естественно, если он у вас присутствует в вашем бизнесе, то в этом случае мы проставляем все чекбоксы, естественно, регистрация таможенных деклараций на экспорт. Вот в этом случае мы, соответственно, можем учитывать и когда подтверждена нулевая ставка, то есть когда мы получили от налоговых органов подтверждение права на нулевой экспорт, и, собственно говоря, у нас именно учет декларации в этом случае получается очень красиво. Ну вот, если мы сокроем, то фактически вот у нас 4 пункта, и при работе с ВЭД мы, в общем-то, все 4 пункта проверяем, потому что НДС у нас тоже, если у нас таможен НДС, то тоже надо проверить, какие у вас настройки даны. Так, это мы с вами закрываем и возвращаемся снова к нашим слайдикам. Значит, здесь мы с вами смотрим все варианты, которые у нас могут быть при работе с импортом. Мы с вами посмотрели вот эту настройку, то есть торговля импортным товаром и заодно экспортным товаром. И здесь мы проставили контролировать дополнительный контроль по номерам ГТД. Вот я еще раз перейду на слайдик, который у нас иллюстрирует, то, где мы с вами походили. Соответственно, это раздел НДС и администрирование, учет НДС импорта и экспорта. И вот отметочка, что нас интересовало при настройке ГТД. И следующий у нас слайдик. Вот оно. Соответственно, он иллюстрирует настройки по импорту и по экспорту, которые нам нужно было сделать, ну или, соответственно, проверить, что у нас здесь все включено. Собственно, на этом настройки не совсем кончаются, потому что при работе с номенклатурными единицами, номенклатурный элемент, то есть карточка номенклатуры, мы тоже ставим отметочку. Сейчас я вам покажу слайдик, потом мы вернемся к демобазе и посмотрим там. То есть я взяла карточку конкретного товара, который у меня в демобазе, оформлен как поступление по импорту. И, соответственно, как вы видите, здесь у меня регламентированный учет, проставлены чекбоксы, то есть что это у меня и импортный товар, то есть в самой карточке номенклатурной я заполняю, что это импортный товар, учет по ГТД или РНПТ, и что это у меня, ставлю отмечку прослеживаемый товар, то есть, соответственно, это РНПТ. Так, сейчас мы это дело с вами посмотрим на практике. Так, и вот у меня, например, как я хочу найти документ, документ, чтобы посмотреть конкретную номенклатурную позицию. Но мы с вами не будем переходить просто в раздел номенклатуры, у нас, к сожалению, нет времени. Мы используем уже готовый документ, то есть мы выберем документы закупки все, это раздел закупки, вот он у нас, и вот у нас рабочее место, документ закупки все. При переходе мы попадаем в журнал документов, где отражаются все документы, которые у нас по закупке были оформлены. Вот у меня оформлена вот такая позиция, операция, таможенная декларация по импорту, и, соответственно, у меня к ней оформлены конкретные документы, я могу вот так вот сделать. Не хватило. То есть я могу таким образом перейти в конкретный документ и посмотреть его структуру подчинения. То есть в моем случае оформление поступления товаров у меня обычным документом приобретения товаров и услуг, но в этом документе у меня есть одна особенность, у меня хозоперация выбрана импорт. Значит, соответственно, когда у нас идет разговор о том, что это поступление каких-то товароматериальных ценностей, мы выбираем обычный документ, но хозяйственная операция у нас импорт. И, соответственно, мы заполняем шапку, то есть это стандартный вариант наше юрлицо, наш контрагент, наш договор, и какое соглашение у меня, например, было до покупки импортного товара. И дальше уже совершенно конкретно, какой товар я закупала, и, соответственно, вот я смотрю карточку товара, вот то, что мы с вами смотрели на слайдике. Если я перехожу на закладку реквизиты, то я могу здесь развернуть, показать все, и вот у меня, значит, здесь, так, вот так чуть-чуть пониже, собственно говоря, у меня здесь регламентированный учет, то, что это импортный товар, то есть, соответственно, я веду учет в разрезе ГТД, ну и если он у меня прослеживаемый, я, соответственно, должна была бы вот здесь поставить отмечку, чекбокс, что это прослеживаемый товар, и потом уже работать как с прослеживаемым товаром, то есть, соответственно, для меня дополнительно, это обозначает дополнительный учет в разрезе РНПТ. И здесь, как вы видите, у меня присутствуют документы банковского контроля, то есть, списание безналичных средств, и, соответственно, в это оформление внешнеэкономической деятельности. Ну, в моем случае, значит, у нас с вами казначейство, это раздел, банк, это раздел казначейства, и здесь раздел безналичные платежи, то есть, соответственно, у нас рабочее место безналичных платежей, соответственно, выписки по операциям с валютными счетами, и, собственно, операции валютного контроля, это операции о, справка о подтверждающих документах, и, соответственно, раньше требовалось предоставление ГТД, как подтверждающих документов, сейчас таможня самостоятельно передает ГТД и в налоговые органы, и в банке, то есть, в этом отношении как бы немножко требования стали более лояльными, но, тем не менее, сохранились случаи, когда вы должны представить либо справку о подтверждающих документах, там акты, либо накладные, и, естественно, если вы нарушили эти требования, нарушили сроки, то штрафы существенные там от 40 тысяч и выше. Это мы, так сказать, немножко задели банковские расчеты в валюте. Возвращаемся снова к нашему ГТД, что мы прослеживаем товаром. Значит, мы считаем, что мы с вами настроили, карточки ввели, которые касаются импортного товара, проставили все необходимые отметочки, и, в общем-то, можем теперь двигаться дальше, а дальше у нас будет вот такая, это мы с вами смотрели, что мы хозоперацию импорт с вами выбираем, и немножко, собственно говоря, теории, то есть у нас ГТДшки или ТДшки на самом деле обозначают переход права собственности. И здесь у нас важно то, что есть небольшое расхождение с международными, во всяком случае, документами, то есть есть сведения, ну, условия перевозок Инкотермс, которые регулируют право перехода собственности, например, Эксвекс, когда право собственности переходит из документов поступления в момент отгрузки со склада завода, например, со склада поставщика, ФОК, то есть Free Overboard, когда право собственности переходит в момент погрузки на борт судна, ну, разные варианты, то есть на самом деле Инкотермс это сборник таких вариаций достаточно большой, но в российском законодательстве право собственности переходит в момент создания, в момент не просто создания, а в момент выпуска декларации со штампиком выпуск разрешен. поэтому для отражения, если, например, вы учитываете поступление товара, но не переход права собственности, которое может быть и позже, то есть бывают ситуации, когда таможня по некоторым основаниям задерживает груз на СВХ, и, например, это может растянуться на достаточно длительное время, то есть и неделя, и месяц. в этом случае ну как бы как один из вариантов учета используют счета 15 и 16, то есть заготовительные мероприятия, и, соответственно, если предполагаем, что у нас нету таких никаких катаклизмов, и, собственно, штампик выпуска разрешен, мы получили в день выпуска ГТД, то в этом случае у нас в общем ТДшка выходит, сопровождает выпуск из таможни и, соответственно, оформление документов в складских операциях. При оформлении, если мы работаем со странами ЕАЭС, а сейчас это получило очень большое распространение, то в этом случае мы с вами оформляем, ну, собственно, отражаем операции в ЕАЭС, это как поставка из стран ЕАЭС, ну, и, соответственно, регистрация заявления на оплату налогов, подтверждение от налоговой, что мы перечислили налоги, что перечислены нашими контрагентами оплаты для таможни и оплата для поставщика, то есть, как вы знаете, для некоторых стран это требуется в составе комплекта документов. и здесь мы снова с вами возвращаемся к нашему декларату, к нашей демо-базе, вот, и поговорим вот о чем, то есть, если у нас приходят поступления, например, закупки от иностранцев, ну, то есть, по импорту, значит, мы с вами в этом случае, например, через журнал, через рабочее место документы закупки все создаем документы, как вы видите, здесь большой выбор вариантов, какими мы можем оформлять, но если мы говорим с вами об импортных товарах, то, соответственно, мы выбираем поступление товаров, ну, в данном случае на склад мы выбираем и выбираем из доступного с вами перечня, то есть, если это EAS, то мы, соответственно, выбираем нужный пункт, если это импорт, то выбираем соответственный документ, и обратите внимание, то есть, ну, если это импорт, или если это неотфактурованная поставка, то есть, соответственно, товар пришел, а документов на него нету, то выбираем вот эти нужные позиции. Ну, вот мы с вами выбрали импорт, и здесь вносится информация про конкретные товары, а перед этим мы с вами заполнили, ну, естественно, по контракту, который заключен между нами и поставщиком, мы выбираем, например, наше юрлицо и выбираем какого-то поставщика, который в нашем случае, ну, допустим, вот конкретно иностранный, то есть, не резидент, выбираем договор, который у нас будет сопровождать сделку, ну, у меня здесь нету соответствующего договора, поэтому мы можем через кнопочку создать и заполнить договор, цель договора у нас будет закупка по импорту, здесь мы с вами можем выбирать или из ЕАЭС, или закупка по импорту, ну, если у нас с вами обычная закупка, то, естественно, закупка между резидентами, то мы выберем просто закупку, ну, в нашем случае я уже выбрала по импорту, и, соответственно, у меня в этом варианте соответствующие поля доступны для оформления. Детали расчета, вот здесь тоже важный момент, но нужно учитывать, что при валютных контрактах, то есть при введении ВЭД, внешнеэкономической деятельности, вариации иногда бывают разные, то есть мы можем выбирать по договорам, по заказам, аванс по договорам, долг по накладным, аванс по заказам, долг по заказам, или по расчетным документам, но здесь надо помнить, что если мы с вами говорим про валютные договора, то у нас, соответственно, аванс фиксируется немножко по другим правилам, и, соответственно, валюта, если я выбираю рубли здесь, то у меня получается только вариант рубли, если я выбираю какую-то другую валюту, то у меня доступно вот такое окошечко, то есть текбокс я здесь проставляю, если у меня и оплата, и поставка, соответственно, в иностранной валюте, тогда я ставлю вот здесь вот сложок, и у меня включается валютное регулирование, если я вот здесь сложок не ставлю, то в этом случае у меня валюта евро, но оплата не указана, что в иностранной валюте, в этом случае у меня получается договор в условных единицах, то есть будет также учитываться курс евро, но отражаться будет в рублях и соответственно ну сейчас в общем-то сильно реже стало отражение в УЕ, потому что у нас и с долларами как вы знаете совсем другая ситуация, чем например два года назад и с еврами тоже, то есть доллар перестал быть единственной валютой скажем сейчас много альтернативных вариантах или расчеты в рублях или в юанях и здесь еще один момент на который нужно обратить внимание значит ну естественно вот эти сведения мы заполняем в зависимости от того как оформлен наш контракт и на закладочке учетной информации в первую очередь мы выбираем группу финрасчетов допустим вот так вот сделаем у меня вот такая группировка то есть я расчеты с дебиторами и кредиторами в отдельную группировку папочку вынесла расчеты по заемным средствам чтобы они мне здесь тоже не мешались ну и договора когда у нас например в УЕ в условных единицах я тоже вынесла в отдельную позицию но естественно в вашем случае вы заполняете вот эту группировку в соответствии с вашими бизнес процессами и например вот у меня расчеты с дебиторами и кредиторами прочие товары и услуги у меня в валюте я выбираю вот этот вот конкретный вариант и проверяю что все ли у меня так то есть сама эта настройка номинования услуг у меня сопровождается вот такими проводками то есть 60 и 21 и 22 это у меня валютные счета и соответственно отражение авансов и обычного расчета и значит если я создаю резервы то у меня будет работать 63 счет а НДС авансов у меня будет по 76 счету и здесь мы можем по ссылке перейти и допустим какие-то дополнительные ввести сейчас я вам покажу значит пока программа переключится естественно я могу настроить учет в любых вариациях если у меня какие-то нестандартные например закупки то я в этом случае выбираю либо расчеты с поставщиками либо с клиентами ну естественно выбираю свое юридическое лицо если не выбираю то у меня для всех будет действовать и через кнопочку добавить я заполняю нужные мне данные то есть ГФУ это у нас отвечает так сказать настройка за отражение в регламентированном учете то есть отражение и в регламентированном и в налоговом учете и собственно говоря это основная нагрузка по содержанию для бухгалтеров и для учетных работников и статья движения денежных средств они естественно тоже настраиваются тоже группируются и вот у меня это сгруппировано в операционную деятельность и например либо аванс поставщику либо оплата за закупки товаров ну то есть соответственно видите вот такая пиктограммка то есть черточка с точкой это значит что такая позиция введена через конфигуратор то есть при первоначальном запуске программы а все остальное то есть где без точечки это уже мое личное творчество я создавала под свои нужды ну естественно вы делаете это в составе ваших бизнес-процессов и ваших потребностей так ну статья движения денежных средств я выберу сейчас например например ну вот пусть будет вот оплата закупки товаров значит я нажимала выбрать и обратите внимание по направлениям деятельности потому что по направлениям деятельности у меня может быть зависит во-первых НДС входящий потому что если я например резидент но не просто резидент а еще и у меня есть резиденцию в особой экономической зоне то в этом случае у меня будут во-первых льготы по НДС а во-вторых льготы по другим налогам и соответственно будут другие настройки для направления деятельности в этом случае у меня направление деятельности будет звучать другим образом например так сейчас у меня торговая и производственная деятельность а так я еще сюда добавлю резидентство например резидентство Калининградской области резидентство ОС Калининград и здесь у меня будет возможность разграничивать поставки которые у меня идут по направлению деятельности и как вы видите здесь идут настройки по дальнейшем по НДС по классификации договора и закладочка доставка вот здесь у нас если я изменяю варианта доставки например выбираю силами перевозчика или от отправителя что он своими силами заполняет ну вот например выбираю силами поставщика от нашего склада то здесь изменяется интерфейс и появляются дополнительные возможности дополнительные справочники которые мне надо заполнить то есть если у меня адрес доставки то это дополнительный справочник адреса доставки и так далее так теперь мы с вами отсюда уходим мы здесь уже все посмотрели договора с контрагентами на самом деле именно договора с контрагентами то есть валютный внешнеэкономическая деятельность здесь можно отдельный вебинар организовывать поскольку очень интересный вопрос именно по поводу расчетов по поводу оформления валютных операций но к сожалению мы подробно на этом не сможем сейчас остановиться и вернемся на минутку к нашим слайдикам и теперь мы поговорим о прослеживаемости товаров то есть когда товар пересекает границу сейчас практически очень много товаров входит в список прослеживаемых товаров и соответственно в этом случае мы учитываем поступление не только в разрезе ГТД но и соответственно в РНПТ здесь в этом случае у нас получается вот такая вот картинка при настройках но здесь мелко к сожалению то есть мы можем работать с прослеживаемыми товарами когда у нас НСА и администрирование вот здесь мы видим в разделе администрирование учет с прослеживаемыми товарами и в разделе закупки учет прослеживаемых товаров сейчас мы туда перейдем по так сказать в натуре так значит и это пока закроем это нам не нужно значит идем с вами в раздел НСА и администрирование как мы с вами уже выяснили в начале нашей встречи это ну так сказать грубые настройки активация дополнительных функциональных опций и смотрим что у нас здесь есть для прослеживаемых товаров в раздел администрирование то есть я еще пару слов скажу про этот раздел но пока мы посмотрим учет прослеживаемых товаров как вы видите у нас открывается вот такой интерфейс и здесь практически все варианты работы с РНПТ то есть от начала от ввода остатков то есть вы видите все ссылочки по которым по этим гиперссылкам мы можем пройти и ну начиная от инвентаризации остатков и ввести какую-то информацию вот если мы с комиссионной работой связаны ну и соответственно каждый из этих пунктов открывается и вот например ввоз товаров из ЕАЭС и перемещение вывоз в ЕАЭС то есть соответственно спасибо извините соответственно документы которые мы можем оформить в связи с этой процедурой мы можем по ссылочке перейти в них и например вот переходим и создаем уведомления об процедурах об остатках о ввозе ну соответственно документы создаем и у нас есть из раздела закупки тоже но не здесь не в разделе закупки а в разделе сервис вот он у нас учет прослеживаемых товаров обратите внимание я сейчас перейду по этой ссылке и практически мы оказались в одном и том же месте то есть что через меню сервис раздел закупки что через раздел инсей и администрирование раздел учет прослеживаемых товаров то есть практически мы с вами в одном и том же интерфейсе в одном и том же помощнике которым собственно говоря собранного едина все возможности все вариации работы с этими документами начиная от ввода остатков и кончая отчетностью вот как вы видите отчет который мы сдаем по прослеживаемым товарам и декларация по НДС и соответственно книги покупок книги продаж ну в общем полный спектр документов которые связаны с прослеживаемым товарами и есть такая ссылочка еще смотри также это у нас дополнительные отчеты которые мы можем сформировать при работе с РНПТ ну это уже так сказать аналитические материалы если они нам потребовались теперь мы отсюда немножко уйдем и я хочу остановиться на таком моменте как мы с вами говорили раздел НСИ и администрирование раздел блок администрирование то есть мы до этого с вами смотрели настройки то есть НСИ настройки разделов а теперь нас интересует блок администрирования и здесь у нас в общем-то кроме учет прослеживаемых товаров есть два интересных рабочих места то есть во-первых нас интересует пункт обслуживания почему несмотря на то что этот пункт достаточно специфичный это в основном для системных администраторов ну то есть для специалистов IT здесь есть вот такой момент то есть есть здесь отчеты и обработки и например отчет администратора и корректировка данных то есть вот эти два пункта это собственно очень полезные в повседневной жизни функции которые можно использовать ну если мы берем отчеты администратора то у нас подключается вот такой интерфейс и можно посмотреть по какому-то одному пользователю но мы будем вот по такому по нескольким пользователям это такой небольшой шпиончик значит анализ активности пользователей в этом случае мы можем выбрать сделаю немножко другой интервал вот так например и мы можем выбрать одного пользователя а можем выбрать конкретных нескольких человек и соответственно я например вот администраторов переношу выбранную группу бухгалтеров я хочу посмотреть ну то есть соответственно тех кто у вас имеется в качестве пользователя имеющих доступ и нажимаю сформировать значит в этом случае у меня появляется очень интересненький отчет ну во-первых кто когда как вы видите с чем работал вот то есть я могу посмотреть то ого-го за шестое число у меня было кто-то работал было Орлов Александр Владимирович и почему-то целых 10 ошибок это что же он у меня такое делал ну естественно я могу посмотреть сколько у меня всего человек работало то есть может у меня Александр Владимирович работал один а все остальные спали и вот отчет его деятельность уже в виде вот таких диаграмм то есть соответственно что он у меня ввел документов 0 изменил документов 0 а что же он это делал а он у меня работал со справочниками то есть он ввел новый справочник он изменил справочник и соответственно я могу посмотреть чем он там конкретно еще занимался естественно это очень полезно когда вы анализируете работу ваших специалистов, кто спал, кто сидел в соцсетях и так далее. А еще один очень полезный момент – это раздел «Корректировка данных». То есть в основном регламентная операция копирования и восстановления – это все в большей степени касается IT-специалистов. А вот раздел «Корректировка данных» у нас здесь есть поиск и удаление дублей. В этом случае у нас очень удобная обработка, по которой мы можем в каких-то конкретных документах искать. Например, вот у нас в разделе, сейчас мы найдем номенклатура, обычно всегда бывает много дублей. Вот так вот. Вот я виды номенклатуры. Нет, не надо. Вот именно справочник номенклатура. И в этом случае я ищу дубли, выбираю все позиции и найти дубли. В этом случае у меня программа не найдет, например, одинаковые позиции. Ну, например, в одном варианте без пробела набрано наименование, а в другом с пробелом. И предложат, покажут, сколько раз я использовала одно наименование, сколько раз я использовала другое наименование. И, соответственно, предложат мне выбрать основное и аккуратненько заменит мне вместо дубля основное значение. То есть это самый комфортный и самый корректный способ удаления дублей. То есть он в этом случае программа замещает дубль и не остается пустых ссылок, ну, каких-то еще проблем. Вот видите, например, элемент фильтрующий у меня, например, вот семь раз использовалось. И программа мне предлагает его назначить основным элементом. И вот это у меня использовалось два раза. Значит, в этом случае предлагают этот элемент удалить. Ну, естественно, в этом примере у меня придуманные как бы вариации. Но, тем не менее, как вы видите, вот такая пиктограммка отметить оригинал. Мне программа по умолчанию как бы рекомендации свои показала. Но я могу, естественно, и изменить, наоборот, отметить это как первостепенные, как оригиналы, остальные как побочные, как дубли. И по кнопочке удалить дубли у меня произойдет часть, у меня номенклатура очистится от дубли. И у меня будет хорошо формироваться и себестоимость, и финансовый расчет, то есть финансовый результат. Ну, то есть себестоимость у меня будет правильная и будет не стыдно ее показать руководителю. Ну, к сожалению, вот на этом у нас время уже с вами заканчивается. Итак, мы с вами находились в разделе администрирования. То есть вот он, блок администрирования, меню обслуживания. И, соответственно, здесь мы с вами посмотрели отчеты обработки, отчеты администратора. То есть посмотрели, что делали наши сотрудники, как в том детском стишке, чай пили, ложки пили, по-турецки говорили. Или все-таки занимались полезной деятельностью. И раздел корректировка данных, это, собственно, у нас поиск дублей. И резервное копирование и восстановление, это если у вас, к сожалению, не настроено как-то сохранение дублей, то вы, естественно, можете сохранить дубль на какой-то внешний носитель. Ну, то есть настроить создание резервных копий на какие-то внешние данные. То есть, например, на отдельный компьютер, на флешку и так далее. Но это больше, конечно, касается IT-специалистов, поскольку это их вотчина. То есть настроить копирование, настроить, куда копировать, что копировать, с каким интервалом. И вы можете на самом деле посмотреть и настроить, если у вас не было дополнений, настроить автоматическое обновление. Но, к сожалению, вот 1S ERP, это достаточно большая программа и не используется много доработок. Поэтому вот в чистом виде обновления практически почти никогда не используются. На этом моменте я хотела бы вернуться к нашим слайдам и вернуться к нашему титульному листу. Вот. Собственно говоря, напомнить вам наши контакты, наши телефоны, электронную почту и пригласить вас к сотрудничеству. Собственно говоря, мы выполняем весь спектр работы услуг по программам 1S ERP и продажа, и настройка, и сопровождение, и обучение. Так что милости просим, будем рады оказаться вам полезными и будем рады дальнейшему плодотворному сотрудничеству. А на этом компания Кодерлайн завершает нашу встречу. Разрешите пожелать вам доброго дня и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok